Коммершал Риэл Эстейт Уик – ежегодная неделя коммерческой недвижимости в Казахстане. Форум начал свою работу в 2014 году в целях развития цивилизованного, информационно открытого и прозрачного рынка коммерческой недвижимости. Главная цель – решить насущные вопросы отрасли и обозначить перспективы ее развития. Эта неделя посвящена очень важному мероприятию, что же делать с коммерческой и деловой недвижимостью в стране. Развивайте новое, предлагайте новые решения в управлении коммерческой недвижимостью, создавайте новые возможности как для самих операторов, так для и посетителей, и жителей нашей страны. Тема недвижимости в наших городах связана с важными факторами. Первое. Большое количество объектов недвижимости было построено в предыдущее время, и они находятся в низкой стадии эксплуатации. Их нужно переделывать. Большое количество объектов также старых. И их нужно менять. В данном сегменте у нас есть определенные трудности. Это касательно самого развития города и самой урбанистики. Так как на момент, когда мы закладываем строительство общественного или административного здания, мы не совсем до конца можем просчитать всю инфраструктуру, учесть потоки и, соответственно, внешнюю среду. Таким образом у нас происходит дисбаланс. Само здание слишком сильно отрывается от общей архитектуры города или же того района. Именно в проектировании, в частности, в градостроительстве, урбанистики, нам нужно больше уделить внимание общественному пространству. Надо понимать, что само по себе здание, оно не начинается в тех границах, отведенных управлением города, а то, что само по себе здание является частью общего ландшафта. Городская среда – это в основном среда обитания для человека. Поэтому нужно максимально удобно сделать, именно организовать пространство для человека. Астана ставит перед собой амбициозную цель стать глобальным умным городом. Позиционирует себя как хост-сити для размещения региональных офисов, транснациональных компаний, международных корпораций, международных организаций. Соответственно, для того, чтобы все они сюда к нам пришли и создавали новый продукт, необходимо предоставлять им услуги на мировом уровне. Необходимо максимально применять новые технологии. В частности, как пример, можно привести BIM-технологии, которые позволяют изначально проектировать и исключить всевозможные ошибки человеческий фактор. А помимо этого, возможно также сразу рассчитывать и стоимость, и сроки, и вопросы последующей эксплуатации, и вопросы энергоэффективности зданий. Это то, зачем будущее. Это позволит радикально снизить и стоимость как проектирования, так и последующего строительства, исключить любые ошибки, а также сократить сроки. Почему девелоперы и крупные застройщики не приглашают нас, управляющие компании, на этапе проектирования и строительства на свои объекты? Это бы заметно улучшило бы ваш объект и придало бы ему более конкурентоспособность. Многие девелоперы, застройщики не приглашают управляющие компании на управление своими объектами. Построив свои объекты, пытаются сами им управлять и пытаются конкурировать с нами на нашем рынке. На рынке Казахстана существует уже несколько управляющих компаний, которые накопили достаточный опыт и владеют очень ценной информацией, которая поможет в эффективном управлении офисными бизнес-центрами в Казахстане. Исходя из мирового опыта, мы знаем, что часто девелоперы привлекают подобные управляющие компании на стадии проектирования и планирования концепции будущих проектов. Но пока мы не видим подобного тренда в Казахстане. Отсюда мой вопрос. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать управляющим компаниям? Каким образом нам нужно подать эту информацию? Или какие еще нам нужно предпринять шаги для того, чтобы мы стали интересны девелоперам именно с точки зрения консалтинга на стадию планирования концепции будущих проектов, а также архитектурного проектирования. Неделя коммерческой недвижимости не только задает вопросы, но и находит на них ответы. Какие? Форум покажет. Рынок коммерческой недвижимости изменился. Сегодня время новых форматов. Новое время требует новых комфортных пространств.